Едем в Никель через Лоту Привечный, в связи с тем, что в Долине Славы мероприятие, посвященное Дню Победы, дорога перекрыта, поедем через Привечный. У нас еще холодно, тепла нет, но снег сошел. Справа серое здание, это Пенеро, слева голубое, мореходка средняя, до сих пор существует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь теперь вот пятерочку построили, на месте бывшего Норвежского центра. Надо покормить автомобиль, дорога через Привечный длиннее, чем через Пичингутитовку. Бывшая Норвежская заправка теперь Газпромнефть. Хуже не стало, уровень сервиса высокий, рекомендую Газпромнефть. Авторынок, куча варьков, каких-то павильонов, не знаю кто у него ездит. Раньше было популярное место, теперь, не знаю, сомнительно. Поворачиваем на мост. Мост длиной 1600 метров. Хорошо, что его построили, очень сильно сокращает путь. Поворачиваем на лоту. Будем добираться другой дорогой. Немножко длиннее, но почему бы и нет, иногда. Давно по этой дороге не ездил. Зимой она обычно великолепная. Летом качество покрытия, конечно, здесь похуже. Слева можем увидеть новый мост в Колу. Старый мост уже разобрали, все его нет. Построили новый, хороший, качественный мост. Вот я уже отмечался. Построили новый мост в Колу. Старый мост. Утащиться на мост. Восторг. Проверянефтье... Танец. Да, он начинает ездить. сейчас конечно дорога не передает той красоты которая здесь обычно летом летом вот эти места просто великолепны когда все зеленое очень красивые пейзажи тут это строится железнодорожная ветка главную на другую сторону кольского залива вот мост такой большой возле мурмаше чуть чуть ниже ниже электростанции гидроэлектростанции слева она будет видна на плотина сама главную это угольный терминал может быть соединять с дорожной веткой угольный терминал с нашей российской железнодорогой поворот на каеве слева за деревьями железнодорожный мост это вот как раз ветка которая никель заполярный идет мурмаши причалка она же причалка поворот наверху туломский это 68 мой лишь 70 километров не помню поворот наверху туломский это 68 мой лишь 70 километров не помню неплохая автостоянка на сто двадцатом километре это за десять километров до пограничного контроля до поворота на никель приличный обычно здесь всегда останавливаюсь когда еду или оттуда или в ту сторону можно отдохнуть немножко сто тридцать первый километр поворот в сторону никеля приличного пограничный контроль поворот слоты дальше дорога финляндию прямо мы поворачиваем направо никель приличный прошли пограничный контроль все нормально едем дальше 40 километров асфальта до приличного асфальт такого среднего качества вначале хорошей потом хуже это река аккин здесь раньше были лодочные гаражи много гаражей было сейчас не видно их почему-то наверное уже их нет старый поселок привечный жизнь тут теплится по настроили домов рыбаки с никеля с мурманска это слева поворот поселок привечный которые уже теперь никто там не живет поселок остался людей там теперь нет осталось еще вот вышка со связью вышка по моему функционирует вот вывеска привечный если это с другой стороны можно прочитать поэтому мы подъезжаем к озеру шоунияур раньше здесь вот автобусы останавливались рыбаки выходили вот подъем который раньше был ужасный теперь тут асфальт можно ехать нормально вот никельский родник со стоянкой популярное место за водой можно отдохнуть даже тут шашлыщат люди хороший родник отличная вода с отцом раньше сюда ездили за водой тоже когда еще была грунтовка а а теперь оккультурили здесь вот стоянка слева а дальше чуть-чуть родник вот народ кстати отдыхает шашлыки а вот чуть дальше справа сам родник автомобиль стоит ниже там построили такую беседку удобно все приезжай набираю воду тоже приезжаем когда в гости если берем с собой канистры тоже набираем поворот на карьер бывшие теперь уже туда летом можно заехать зимой конечно засыпано раньше тут татры как разы ездили теперь тут везде асфальт в принципе неплохой вот водопад с правой стороны стоянка организована тут можно почитать написано все слева выезд на поля в сторону шорта на ровно туда где гуляют отдыхают хотя еще холодно но уже уже зима заканить закончилась может стоить справа карьер за карьером спуск раньше был вернее он там и остался но сейчас дорогу перегородили мы ездили всегда отдыхать туда вниз к реке очень красивое место теперь вот металлический забор туда не проехать есть вон какая-то вывеска ну вот собственно развилка налево сальмиярви норвегия на право никель и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!